Монтаж водяного полотенцесушителя с нижним подключением Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками с составлением акта приемки работ. Все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Подробная информация о правилах заземления на сайте www.terminus.ru. Подготовьте необходимый инструмент. Отвертка, карандаш, бур, рулетка, ключ, уровень, дрель, сантехническая нить, шестигранный ключ номер 12, саморезы и дюбели по 4 штуки. Диаметр шляпы самореза не больше 7,5 мм. Для подключения к водоснабжению вам потребуются следующие фитинги. Вентили. Для круглой стойки используйте круглые вентили, для квадратной – квадратные. Или угловое соединение со сгоном, эксцентрики, отражатели. Шаг 1. Перекройте подачу горячей воды в стойке с помощью предназначенных для этого вентилей. Шаг 2. На эксцентрики намотайте сантехническую нить, в комплект не входит, и вверните в подводку ГВС или отопление. Эксцентрики выставляются с межосевым расстоянием в соответствии с размерами полотенцесушителя. Выровняйте эксцентрики по уровню в горизонтальной плоскости. Шаг 3. Присоедините часть вентиля, накидную гайку или углового соединения, к полотенцесушителю с помощью шестигранного ключа номер 12. В комплект не входит. Проверьте наличие резиновой прокладки. Шаг 4. Присоедините оставшуюся часть вентиля или уголка к эксцентрику через отражатель. Между отражателем и вентилем проложите резиновую прокладку. Шаг 5. Откройте коробку с креплениями. Отражатель, втулка крепления, шпилька крепления, шестигранный ключ. Вверните шпильки крепления в гайки полотенцесушителя. Шаг 6. Навесьте полотенцесушитель на фитинги и зафиксируйте гайками. Проверьте наличие резиновой прокладки. Шаг 7. Наметьте отверстие подкрепления. Снимите изделие и просверлите отверстия в намеченных местах. Установите в них дюбеля под крепеж. Зафиксируйте телескопическое крепление с помощью саморезов. Шаг 8. Навесьте полотенцесушитель на крепление. Проверьте еще раз наличие резиновых прокладок в кранах. Подтяните гайки на кранах с помощью ключа. Чтобы не поцарапать гайки, используйте медный ключ или ключ с мягкими накладками. Шаг 9. Окончательно зафиксируйте крепление к стене винтами с помощью шестигранного ключа. Шаг 10. Плавно откройте кран подачи воды в стояке. При этом второй кран должен быть закрыт. Шаг 11. Откройте кран Маевского с помощью отвертки или специального ключа, чтобы выпустить воздух. После появления из крана Маевского воды без воздуха закройте его до упора. Шаг 12. Откройте второй кран стояка выхода воды из полотенцесушителя. После подачи воды проверьте, нет ли течи. Подтяните соединение в местах, где образуется течь. Через 30 минут убедитесь, что полотенцесушитель прогревается полностью. Если это не так, еще раз откройте кран Маевского и выпустите остатки воздуха. Монтаж полотенцесушителя закончен.